Готова фонограмма? Прекрасно. Первая пара поползла. Ты готова, Марта? Почти, что? А, ну так ты шесть, а я сейчас девок гоняю. Девок гонять и Залевский умеет, как никто. Вы можете быстрее идти? О, начинается, руками дергают. Руками не машем. Куда поперли четвертая колонна? Вас не видно, что ли? Следующие уже идут. Можно быстрее ходить? Вы в кадр не влезете. Не прийдете вперед, а зафиксироваться, Абраменко. Ничего себе. Нервів юных моделей Олексій точно не шкодує. А девочкам нужно мягко говорить, потому что, когда на них кричат, девочки закрываются в коробочку и ничего не видят и не слышат, и живут своей жизнью. Можливо, как раз через надто жорсткие вказівки дизайнера у моделей ничего не виходить. Не выходите, да вы сюда, да ну, х** твою мать, ну, шо ж такое, а зафиксироваться. Если не слышат некоторые дети, вас 150 раз, я бы тоже повышала голос. Музыка, стоп. Девушки, вы, у вас хорошо со слухом или плохо? Зафиксировались. Вы, как первый раз, центр не видите где. Они, как все люди, волнуются за свою работу, а от моделей очень много чего зависит. Сталин! Куда повернула? Точку! Однак не усі моделі готові терпіти таке ставлення. Есть дизайнеры, которые просто думают, что когда они будут кричать, модели все поймут, быстрее усвоят. На самом деле, те, кто не кричат, их приятнее слушать. Мы их реально слушаем, не обучимся, так сказать. Манекенницы наважуются погрожувати дизайнерам. Можем специально что-нибудь начудить, если сильно кричат. Девочки-капризы на профессиональном подиуме. Навряд чи досвідчені топ-моделі дозволили б собі такую поведенку. В Украине очень мало работы, как для моделей. И многие наши крупные модельные агентства сейчас подправляли девчонок работать в Нью-Йорк, Милан, Париж. Соответственно, на этой неделе моды будет очень мало моделей хороших. Вот нашим дизайнерам и доводится, что сезону навчать новеньких. Выходим на середину и идем посередине, уходим с края. Понятно? Он говорит все точно, как нужно делать, что не так. Продолжаем. Я в этой индустрии как бы не очень давно, но я поняла, что на самом деле это очень тяжело, это требует очень многого труда, и сдержанности, и собранности. Ну да, это дисциплинирует. То, возможно, именно благодаря таким жорстким дизайнерам, которые требуют дисциплини, наши модели используются попитом за кордоном. Немало украинских моделей имеют шанс стать святыми зерками. И думаю, мы предложим им контракты у Нью-Йорку. С вами моя профессион. Жан Гритцвельд и Олексій Залевский готовятся к своих показов на Ukrainian Fashion Week. У Олексія продолжают батареи на подиуме. А Жан Гритцвельд не может найти необходимых моделей. Что случилось? Мне кажется, в этих тюфлях только можно, как в сказке красная шапочка, подносить пирожки. Любимой бабушке, черт возьми! А ты, Жан, своим настроем нагадуешь сьогодні сирого волка. В кроссовках вы что, смеетесь надо мной? Даже капли не взяли. Ну, как будто маленькие дети. Модели дедалі більше розчаровують Жан Гритцвельда. У нас цирк. Деякі з них, на кого дизайнер дуже розраховував, навіть не з'явилися на кастингу. Жанна про це, звичайно ж, ніхто не попередив. Ліна не пришла. То есть, друзья, Ліна не пришла. Вы понимаете, это как Рождество, которое просто не приходит в твой дом, когда ты ждешь подарков. Кастинг триває кілька годин. Кількість девчат невпинно зменшується, а Жан все одно не може підібрати собі моделей. Девочки, всем вам спасибо большое. А вас я попрошу остаться, хорошо? Сдається, нарешті більш-менш визначився. Ну так, ничего, да? Однак і Тим, і Жан Гритцвельд не зовсім задоволений. Чуть поправилось? Сколько? Это жесть, а что, пироги? Слушай, ну реально чуть-чуть поправилось, да? Вот именно в этих местах. Да. На такие трошки немодельні форми, знайте, дизайнерский одяг не так же и просто. Versailles. Не-не, это на мальчика. Стойте, пожалуйста, минуточку терпения. Ты в деле, крошка, пока что. Или все-таки по росту, да вообще. Ой, что с вами делать? Мы продолжаем наш очень сложный и драматический выбор. Кто же будет участвовать в показе Жан Гритцвельд в первый день недели моды? На этот ответ пока что не знает никто. Даже я. А от Олексій Залевський не збирається давати моделям поблажки. А час, відведений на репетицію, добігає кінця. Я тебе через 15 минут тебя буду выгонять. А меня не выгониш. Ну, у меня нету в расписании никакого. Мы после тебя, ты чего? А где расписание? Я не успею сейчас. У меня только сейчас тряпочку вешают и только вентиляторы ставят. Марта, бегом на трубу. Марта, я тебя просил быстрее это сделать. За день до показа Жан Гритцвельду довелося змінити локацию, а разом із нею и всю концепцию показу. Все не может быть гладко. Мы переделали пригласительные. Я буквально вот только сегодня их забрал из печати. Я уже в 9 утра был под дверью полиграфии. Говорил, ребята, умоляю вас, пожалуйста, надо срочно менять. Та попри це, Жан Гритцвельд не втрачает оптимизму. Навіть тут, у мистецькому арсеналі, дизайнер обіцяє справжнє шоу. Это будет таким размахом, что мало будет всем. Один із найвідоміших дизайнерів України. Это уже, как это, установленная, как это, форма шоу-бизнеса. Один із найяскравіших представників молодого покоління украинських кутюр'є. Мы как будто бы пирог, который хочется съесть до того, как ты ешь суп. Чий показ вразить найбільше? По-моему, это лучше, чем цирк. Для організації і показу дизайнер найняв режиссера. І, можливо, уже зовсім скоро про це пожалкує. Часу на репетицію Жану Гріцфельду не вистачає. Моделі запізнюються. Кого-то не хватает, я чувствую. Алло, ну где вы? Плани щодо локації раптово змінилися. Чи вдасться Жану Гріцфельду знайти спільну мову з режиссером? У нас всего час репетиции, поймите. У нас нет времени думать. Но все равно финал, все пускай так вот пройдуть, чтобы все... Обязательно, Жан, ты рядом стоишь, мы вместе делаем. Если ты уйдешь, я тебя задушу, все. Я рядом. А что это за девочка? Я ее не знаю. Жане, не пізнаешь своих моделей? Как же ты проводил кастинг? Мне сейчас надо кого-то еще из бабушек поотсеювать. Это моя профессион. Чи сможет Жан Гріцфельд перевершити Залевського перфомансом на подиуме? Мне не надо, чтобы, наверное, останавливали. Я тебя прошу. Мы время. Тут ты говоришь, надо дольше. Последнее. Теперь ты будешь убирать. Видишь, они все дебильно делают эти точки. Никто не умеет их делать. Потому лучше без них. Что делать? Мне надо такой маленький полу. Нет, не останавливаемся, Катя. Без кочей. Сдаётся, Жан не дуже задоволений не тільки режиссурою показов. Видите, все маленькие и толстые. Ну, это ж афа реально какая-то большая. Да. Где Жану? Что мне надевать? Я думаю, что мы её сейчас уберём. Блин, вот это надо убирать. У него лицо странное. Вот это из первой надо тоже убирать. Ну, я волочусь, б***ь. Девочка была вторая, тормознутое, полностью. Кто мимо? Мы сейчас ещё кого-то уберём. Четыре человека! Пообитяти девчатам участь у показе, а потім позбавити роботи останній миті. Таким же Анна Грісфельда мы ещё не бачили. Юрий Михайлович, а свет что? А у нас будет пушка всё-таки? У нас всё будет хорошо. Жан, я работаю со светлым звуком. Не мешай мне. Ты не вмешивайся в меня, не надо. Я делаю всё, как ты хочешь. Чё ты ещё хочешь? И с таким настроем шансы на успех невысокие. Мне хочется финала какой-то другой. Ну, ещё раз, у нас разводить их времени нет. А Василий это кто? Это Василий. Он будет стоять? Нет, он будет ходить. Я думал, ты будешь стоять. Мы решим потом, репетиция закончилась. Всем спасибо за репетицию. Друзья, вторая гримерка на премьерку сейчас. Для меня до сих пор остаётся загадка, как это будет выглядеть в итоге. Но я надеюсь, что всё получится. Моя профессион спостерігає за тем, як Олексій Залевський завершує останнє приготування до показу на Ukrainian Fashion Week. Що секунди дизайнер стикається із новими труднощами. Чи вдасться Олексію і цього разу здивувати вибагливу публіку? А чи не підведуть дизайнера, співачка і моделі?